Ребята, всем привет! Рада видеть вас на моем канале итальянского языка и итальянский наизнанку. С вами снова я, Линда, и сегодня мы говорим о приставках. В итальянском есть такие глаголы, к которым мы можем добавить приставку, и у нас смысл слова совершенно меняется. Ну, это как, например, в русском набрать, убрать, забрать, добрать и так далее. Сегодня я поделюсь с вами некоторыми глаголами с некоторыми приставками, которые совершенно меняют значение глагола. Если вам интересно, тогда поехали! Первый глагол – это глагол dire – говорить. Если мы к нему добавим приставку dis, что обычно в итальянском означает что-то негативное, скажем так, отменяющее действие в каком-то смысле, иногда, но не всегда, у нас получится слово disdire. Disdire означает annulare что-то, то есть отменить. Это синоним слова annulare. Например, удовуту disdire la prenotatione, то есть мне пришлось отказаться от моего бронирования. Как бы dire disdire, то есть сказала и отказалась от своих слов. Второе значение – это с приставкой mal, maledire. Maledire – сказать что-то плохое, то есть проклять кого-то. Lo maledetto – я его прокляла. Или просто часто говорят maledetto, то есть значение черт бы тебя побрал. Maledetto – то есть можем запомнить, как сказать кому-то что-то плохое. Ну и третье значение – contra dire, contra dire. Contro – против кого-то, dire. Сказать что-то против, противоречить. Мы противоречим, говорим что-то против кого-то, против мнения какого-то человека. Contradire. Таким образом мы с вами выучили три новых слова. Поехали дальше. Scrivere – писать, а вот discrivere – описывать. Например, podescrivermelo – ты мне можешь его описать. Добавляем приставку pre. Prescrivere означает предписать. Например, il dottore mi ha prescritto delle pastille. Доктор предписал мне пилюли, таблетки. Ну и третье значение – это iscriversi, например. Scrivere – iscriversi с возвратной частичкой si, что означает записываться. Например, на какой-то курс или какой-то кружок, например, для детей. Таким образом вы увидели, как с помощью приставок мы можем легко поменять значение некоторых глаголов. Конечно, такое работает не со всеми. Но когда вы видите какие-то похожие глаголы, у них есть приставка, вы можете подумать из контекста, что бы это могло значить. Например, вы можете сейчас потренироваться и написать, а какие еще глаголы вы знаете, у которых мы можем поменять приставку, и у нас таким образом образуется новый глагол. Пишите. А у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели меня до конца, и увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok